Слышно меня? Видно? Напишите в чате, отзовитесь как-нибудь. Что вы есть, что вы меня слышите, что вы готовы работать, задавать вопросы. Замечательно, я вижу в чате пошли плюсики. Это очень хорошо. Я постараюсь говорить чуть громче, надеюсь, что всем будет слышно. Если будут возникать какие-то вопросы, их можно писать в чате. Я буду периодически туда поглядывать, постараюсь на них ответить. А если дальше где-то по теме они у нас будут встречаться, я до них дойду и тогда отвечу на них чуть позже. Итак, поехали. Сначала расскажу по времени. Я думаю, что где-то в полтора часа мы должны уложиться. Если не будет у нас каких-то форс-мажоров, огромного количества вопросов, именно по самой лекции я планирую где-то полтора часа. Расскажу немножко про себя. Меня зовут Тарасов Андрей, и я являюсь руководителем группы технической поддержки сетей передачи данных. Как, в принципе, попал я в IT, произошло это достаточно давно. Тогда я был еще студентом с нашим вузом на тот момент. Компания Крок не сотрудничала еще так тесно, как это происходит сейчас. И когда я понял, что надо чем-то заниматься, как-то строить свою карьеру, я пошел на курсы Cisco, сдал CCNA, и потом преподаватель сказал, что без опыта, но с горящими глазами, с желанием знаний, можно пойти в компанию Крок, устроиться стажером. Но, собственно, с тех пор я здесь. Сейчас в этом плане компания Крок делает намного больше. У нас есть, как вы видите, вебинары, у нас есть зимние программы для студентов, есть летние практики, и это чуть более доступно. В свое время все, наверное, когда думали пройти, задавались вопросом, как это работает. Когда мы писали письма, мы были участниками этих событий, брали в руки бумагу, ручку, писали адреса, куда донесли конвертик, отправляли, представляли, как это происходит. Сейчас мы окружены электронными девайсами, всевозможными компьютерами, планшетами, телефонами, и даже не задумываясь, мы там говорим, пойди на гугле, посмотри в интернете, что происходит в тот момент, когда вы вводите что-то в строчку, нажимаете Enter. Множество тех ребят, которые работают у меня, приходят студентами с таким же вопросом, уже через пару лет они прекрасно понимают, как это работает, что с этим делать. Они поддерживают огромные сети, учат молодежь, и я надеюсь, что кто-то из вас тоже пойдет по их стопам, и со временем войдет в мир IT, как, возможно, архитектор крупной сети, либо инженер-проектировщик. Вижу в чате вопрос, какой вуз заканчивал, это было МГТУ имени Баумана, компьютерный комплекс системы и все эти кафедры U6. Хотелось бы познакомиться тоже с вами, давайте как-то отзовемся, есть ли те ребята, которые уже работают по специальности, по специальности, не по специальности, поставьте там плюсики или единички в чате, кто уже работает. И тогда еще прошу студентов откликнуться, кто именно студент, но не работает, поставьте нолики в чат. Замечательно. Вижу как работающих людей плюсики, так и студентов. Наш сегодняшний семинар больше затрагивает теорию, надеюсь, что те, кто уже работает, тоже услышал что-то полезное для себя, возможно, как-то структурирует информацию. Те, кто еще с этим не сталкивался, впитывайте, задавайте вопросы. Это такая вводная лекция, более подробно у нас это происходит в живом формате на территории Крок в феврале будет один из таких семинаров, где можно будет более подробно посмотреть теорию, потрогать оборудование. Ну а сейчас переходим, собственно, к нашей презентации. Теория, не всегда, конечно, приятное слово теория, когда я был студентом, тоже хотелось сразу взять, что-нибудь схватить, начать делать, но когда сталкиваешься с более масштабными операциями, понимаешь, что если нет теоретической основы, если нет понимания, то достаточно сложно масштабировать те вещи, которые ты пытаешься сделать, поэтому будем опираться на теорию. И первое, в чем мы опираемся на теорию, когда мы говорим про сетевого инженера, это модель оси. Модель оси это набор логических уровней, по которым распределяются различные протоколы, и служит он для того, чтобы структурировать как-то информацию и найти общий язык как с сетью, так и, соответственно, с коллегами-инженерами, чтобы понимать, на каком уровне искать проблему, чтобы понимать, про какой уровень, про какие возможные протоколы мы говорим. У меня есть целая коллекция различных изображений модели оси. Для этого семинара я подобрал вот такую веселую, разноцветную, в качестве витой пары. И, собственно, давайте более подробно посмотрим на уровни и посмотрим, что там есть. Сетевой инженер сталкивается в своей работе в первую очередь с нижними четырьмя уровнями. Это то, про что мы будем говорить более подробно. То, что наверху относится больше к приложениям, к разработчикам приложений. Ну и в стеке TCP IP, если на него смотреть, это просто называется уровень application или уровень приложения. Начинаем мы снизу, с физического уровня. Данные от пользователя, от приложения, идут сверху вниз. Соответственно, наверху у нас видно, да, стрелка, которая появляется на презентации, которая указывает в данный момент на отправителя. Отравилируйте кто-нибудь в чате, чтобы я. Замечательно. Итак, данные идут в первую очередь от пользователя. Это то, что вы передаете, то, что вы, может быть, вводите вручную. И дальше на каждом из уровней добавляется, соответственно, заголовок того или иного уровня, который несет в себе служебную информацию. Заголовки более верхнего уровня инкапсулируются также. И, если мы говорим, скажем, про пятый уровень, не представляют для нас особой важности, нужности. Представляются там, как просто черный ящик с данными. Таким образом, мы доходим до физического уровня, где происходит непосредственно кодирование и отправка через физическую среду передачи данных. На физическом уровне мы с вами говорим про всевозможные коннекторы, про физическую среду передачи данных, про варианты кодирования. И, если мы посмотрим на физическую среду, первое, что чаще всего мы встречаем, это медная витая пара. Медная витая пара лежит везде и всюду. Она лежит практически у каждого из нас дома, кто пользуется так или иначе сетью. И основное, почему это происходит, это достаточно дешево. Медь не настолько дорога, как, скажем, оптика, поэтому ее кладут везде. Она менее прихотлива. Ну и, соответственно, количество ошибок в медных сетях не так велико. Это радует. Соответственно, максимальная длина медного провода без усиления сигнала может достигать 100 метров. При хороших условиях это может быть чуть больше, но лучше ориентироваться на эту длину. Кроме того, медная пара дает нам возможность использовать поя. Это очень хорошо работает, например, с точками доступа. Представьте себе, что в каком-нибудь помещении под потолком висит точка доступа. Подвести к ней розетку с электричеством это достаточно проблематично, не очень удобно от таких точек доступа. На площади может быть достаточно большое количество. Поя решает эту проблему, давая возможность питаться таким устройством, как точки доступа, стационарные телефоны через те же медные поводники, через которые идет собственно передача данных. Следующий вариант это оптика. Оптика стоит дороже, с ней проблем больше в плане того, как ее прокладывать, как в случае повреждения ее варить, приводить в порядок. Для этого нужны, соответственно, специальные лазерные датчики, которые будут передавать в эту среду информацию. при USD-бах там возможно большее количество ошибок, но это нам дает большую длину, до 80 км мы можем протянуть оптику. Соответственно, на эту длину мы можем достаточно большие скорости получить, ну и соответственно, мультиплексирование по длине волны лямбда дает нам возможность в одно и то же оптоволокно отправить несколько различных сигналов, которые потом будут разделены между собой. Еще одна среда это беспроводной канал. Хорошо, что это для нас бесплатно в принципе, но здесь есть много факторов, которые необходимо учесть. Соответственно, частоты, которые можно, нельзя использовать, какие-то перегородки в помещениях, которые могут мощность сигнала уменьшать, железные конструкции. Достаточно много устройств может быть в эфире, кроме того, все эти устройства делят одну среду передачи данных, что может приводить к коллизиям и с ними тоже надо как-то бороться. Надо тщательно планировать, чтобы в каждой точке пространства, где бы вы хотели, чтобы была сеть, она работала, работала хорошо, чтобы человек, переходя от одной точки доступа к другой точке доступа, не замечал вот этих стыков, у него не отваливалась сеть, все работало хорошо. С одной стороны, среда передачи данных для нас доступна бесплатно, с другой стороны, надо хорошенько поработать, чтобы люди чувствовали, что у них сеть работает хорошо. К физическому уровню также относится такое раритетное устройство, как хаб. Он не несет никакого интеллекта, это просто единая среда, где хаб занимается тем, что принимая на одном порту, усиливает сигнал и отправляет его во все остальные. Здесь надо нам остановиться на том, что такое домен коллизий. Домен коллизий существует как раз в физической среде и относится к такому понятию, как единая среда передачи данных. Изначально Ethernet строился вообще на коаксиальных проводах, к которым специальным Т-образным штекером прибивался дополнительный проводок и шел в сторону компьютера. Это была общая шина и, соответственно, когда компьютеров было достаточно мало, проблем в том, чтобы передать информацию, они не испытывали. Информации было мало, компьютеров было мало, они особо не конкурировали за доступ к среде. Когда их стало больше, то стали появляться проблемы. В том случае, если два устройства пытаются одновременно передать в среду что-либо, эта информация накладывается друг на друга, соответственно, получаем испорченные данные, мы должны применять механизмы для того, чтобы с этим бороться, и, соответственно, теряем время на то, чтобы перепослать информацию, она наконец дошла до получателя. чем больше устройств в таком едином домене корризии, тем больше проблем, от этого надо уходить. Вторая вещь, которая существует на физическом и, собственно, на канальном уровне, это широковещательный домен. Про широковещание мы с вами будем говорить чуть позже, там я подробнее расскажу, откуда берется широковещание и чем он отчреват. Ну и, соответственно, в общей шине устройства отделят общую полосу пропускания, что не всегда и не очень хорошо. Как бороться с коллизиями? Ну, собственно, изначально был протокол CSMACD, который с ними старается сражаться. Заключается в том, что все станции постоянно слушают вот эту общую среду передачи данных. В случае возникновения коллизии они отправляют дисторшн сигнал, так называемый джемсигнал, который позволяет всем остальным станциям понять, что это не полезная информация, а коллизия, и отбросить эти кадры. Потом каждая станция выбирает случайный промежуток времени, через который пытается передать. Мы понимаем, что чем больше таких станций, тем больше вероятность, что даже через случайный выбранный период времени они опять совпадут. Это значит, что мы простаиваем, не передаем информацию, среда вроде есть, но она не может быть занята, потому что информация наслаивается и не доходит до получателя. с этим нам помогает бороться некая структурированность уже на втором на канальном уровне и на канальном уровне у нас есть адресация в данном случае, если мы говорим про протокол Ethernet 802.3 это MAC адреса, которые физически присваиваются производителям в тот момент, когда это устройство выпускается. MAC адреса используется как адрес отправителя и адрес получателя. Таким образом мы можем как-то не просто усиливать сигнал и отправлять его всем подряд, а попытаться найти уже конкретных получателей и взаимодействовать между ними. Для этого нам на помощь пришли такие устройства как коммутаторы. В коммутаторах у нас уже есть интеллектуальная составляющая. Были изначально вообще бриджи это устройство на два коммунитированных порта, справа и слева от которых находились домены коллизии с хабами подключающие устройства. Соответственно бридж или мост делил домены коллизии пополам. Дальше ему на смену пришли коммутаторы и коммутаторы поскольку имеют уже определенный у нас интеллект. На каждом из портов это домен коллизии. Каждый порт только здесь может возникнуть коллизия, а может не возникнуть. Есть такие понятия как полудуплекс и полный дуплекс. Соответственно если у нас используются одни и те же провода для приема и передачи информации то это полудуплекс и в этом случае именно в этом проводе у нас может возникнуть коллизия если одновременно отправить туда информацию. Если мы используем полный дуплекс то для передачи и приема информации у нас используются физически разделенные различные пары в проводе. Соответственно они никак не воздействуют друг на друга и в таком случае коллизии у нас нет в принципе. При этом широковещание все еще у нас присутствует и охватывает все те устройства которые находятся в так называемом L2 домене то есть на канальном уровне. У коммутатора соответственно есть память куда он может сохранять передаваемую информацию и выдавать ее в нужный период времени для того чтобы не возникали коллизии для того чтобы не возникал перегруз буфера на принимающем устройстве и соответственно когда коммутатор выполнит первые нити действия по изучению своего окружения будет понимать где какие станции у него находятся он потихоньку уходит от широковещания то есть отправляет информацию не всем в надежде что они ее получат а уже конкретным получателям по тем самым MAC адресам которые зашиты в сетевые карты этих устройств основные функции коммутатора это собственно запоминание адресов про которые мы с вами поговорили то есть коммутатор смотрит кто передает информацию с его порта запоминает что за этим портом находится это устройство когда у него есть более менее полная таблица устройств он уже не отправляет информацию на все возможные порты отправляет только конкретному получателю соответственно здесь мы можем добавить интеллектуальности в плане того возможно нам надо что-то фильтровать и коммутаторы на основании MAC адресов тоже могут это делать ну и соответственно еще один вариант для чего служат коммутаторы с чем они борются это предотвращение петель чем чреваты петли в топологии как я уже говорил мы с вами вернемся еще раз к широковещанию и посмотрим к каким глобальным последствиям для вашей сети может приводить широковещание чем это плохо соответственно как работает изначально необученный коммутатор изначально коммутатор когда мы его только включили не знает своего окружения и поэтому получая какую-либо информацию на одном из своих портов он запоминает отправителя на этом порту и передает информацию во все остальные порты кроме того откуда она пришла такого поведения коммутатора называется не широковещание а флудинг то есть рассылка информации на все порты со временем когда он запомнит свое окружение флудингом он практически перестанет заниматься но остается все равно широковещание широковещание может быть от ваших компьютеров есть такие протоколы как DHCP ARP и им подобные которые используют то самое широковещание чтобы покричать условно говоря на всю сеть а вось кто-нибудь ответит для широковещания используется специальный MAC адрес в поле которого записываются все буквы F MAC адрес используют шестнадцатеричную запись двоичные это были бы все единички в шестнадцатеричной все буквы R получая такой кадр на своем порту видя что это широковещание коммутатор так же как и в худинге передает его во все порты за исключением того откуда он пришел к чему это приводит если в сети есть петля давайте посмотрим на этой картинке и проследим как развивается наша катастрофа под названием широковещательный шторм и так компьютер отправляет бродкаст или широковещательный пакет на коммутатор как я уже сказал коммутатор действует следующим образом здесь он записывает что на порту пасты интернет 0.3 у него есть компьютер записывает его MAC адрес и отправляет копии пакетов во все остальные порты в данном случае это порт дигабит 0.2 и дигабит 0.1 эти пакетики под номером 1 разлетаются с соседем соседи дальше коммутатор S1 следует той же самой логике понимает что к нему пришел пакетик отсюда и он его должен переправить во все возможные порты в данном случае это дигабит 0.1 на коммутаторе S3 картина происходит зеркальная мы не можем отправить сюда потому что мы отсюда получили пакет номер 1 но мы отправляем его соседу S1 в данном случае конвертите с названием 2 и 3 содержат одну и ту же информацию и летят друг навстречу другу дальше S3 получает отсюда делает копию отправляет пакет номер 5 сюда 4 делает копию отправляет пакет сюда на этом они не успокоятся и продолжат все дальше вот так вот циркулировать по сети нарастая 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 и увеличивая количество пакетов в результате получается что коммутаторы заняты только тем что они копируют из одного порта в другой одну и ту же информацию и непрерывно рассылают ее по сети если устройств в такой сети достаточно много слово широковещание они множат достаточно быстро процессоры коммутаторов загружены только этой работой сеть не отвечает ни на какие другие запросы то есть даже на портал нету по удаленному доступу зайти на это устройство достаточно проблематично это можно попробовать успеть сделать в начале шторма дальше единственная возможность это разорвать один из линков и только после этого наша сеть успокоится и придет в тонус может работать поэтому широковещание в закольцованные топологии страшная вещь чем более протяженная вот такая плоская льдва сеть тем больше проблем и потерь может быть с этим в моей практике я наблюдал когда достаточно большие наши заказчики испытывали простое до получаса когда продуктивная сеть не работала и это приводит к достаточно серьезным последствиям и потерям но при этом надо тоже держать в голове что если мы разорвем эту связь самостоятельно и оставим работать только вот такую топологию то у нас тоже могут случиться проблемы достаточно выйти из строя вот этому порту либо вот этому порту либо линк между ними будет порван и тогда мы теряем резервирование этого делать тоже не стоит для этого применяются специальные протоколы наиболее известные из которых споним 3 данные лекции мы его подробно не рассматриваем просто запомните что он существует он работает с логикой вот этого кольца и логически скажем отключает один из портов логически топология остается у нас в виде некой длини либо разветвления физически она остается с резервированием с дополнительным линком идем дальше соответственно мы с вами посмотрели на данный момент про физический уровень выяснили что там у нас всевозможные разъемчики на rd45 db9 он же ком порт там физика это витая пара это оптика это беспроводная среда передачи данных шагнули на канальный уровень да там наиболее употребим протокол это эзернет на основе которого строят практически все локальные сети сейчас поговорили о том что широковещание это не очень хорошо да и физическая адресация это в принципе тоже не очень хорошо потому что логики да в том как эти адреса назначаются особо нет в вашей сети могут быть собраны девайсы различных производителей соответственно как у них происходит эта нумерация адресов совершенно непонятно структура нет это представляет определенную проблему с широковещанием тоже как бы что-то надо делать потому что если кричать скажем хотя бы 500 устройств чтобы все отозвались на наш запрос это уже не очень хорошо поэтому мы поднимаемся на третий сетевой уровень и там мы уже говорим о логической адресации не более употребима логическая адресация это IP адреса IP адреса из тех которые сейчас используются это IP адрес версии 4 наиболее нам понятный известный и приятный глазу но при этом несмотря на то что в такой записи это почти 4 миллиарда адресов на данный момент когда у нас адреса пытаются повесить уже на кофеварте холодильники и прочее адресов становится недостаточно и возможно рано или поздно мы придем к вот такому не столь удобному IP адресу под версия 6 кто знает почему IP адрес версии 4 куда делись первые три версии почему между 4 и 6 тоже какой-то пробел возник задавался кто-нибудь этим вопросом есть у нас живые в чате одного заинтересованного вижу собственно когда я задавался этим вопросом четыре десятичных числа выходят из 32 разрядов для для нас удобная запись на самом деле разработка шла достаточно давно я когда интересовался этим вопросом тоже посмотрел куда же делись первый второй и третий они как-то не вылились в прям оформленную мысль но поскольку разработка шла и они дорабатывали 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 свет увидел только версия четвертая собственно поэтому мы так и знаем как версии 4 3 версии до этого порезает этого и того что наконец-то они решили как это должно выглядеть и как видим решили неплохо поскольку мы все этим постоянно пользуемся соответственно для запоминания IP версии 4 намного приятнее глазу и нашему восприятию нежели вот это 16-ричная абракадабра с которой работать достаточно сложно с ней работают сейчас японцы уже у нас пока в работе мы с этим не сталкивались но инженеры которые проходят сертификацию обязательно ознакомятся с принципами работы IPv6 как его подразится IPv4 поэтому так или иначе к его появлению мы готовы для того чтобы отделить IP адрес от сети от собственно самого хоста у нас существует сетевая маска сетевая маска позволяет наложить ее на адрес любого хоста из подсети и в результате логического умножения в той части которая отвечает за подсеть в данном случае да это первые два актета мы получаем собственно тот самый первый адрес так называемый адрес подсети который позволяет нам ее точно идентифицировать если поискать пример в нашей реальной жизни когда вы ищете какой-нибудь конкретный дом на какой-нибудь улице вы сначала все-таки ищите более широко сначала вам надо найти улицу и только потом освоившись поняв что вы там пытаетесь найти уже конкретный дом точно так же и здесь адрес подсети это некий достаточно большой ярлык указатель который говорит что дальше все адреса логически собраны в этом случае от 172.16 до 172.16 255 254 все вот эти адреса можно найти здесь когда мы говорили про MAC адреса никакой уверенности какие MAC адреса мы можем найти подсети у нас уверенности нет логики нет строения нет идем дальше соответственно на этой картинке еще раз подтверждение моих слов здесь вы видите что есть подсеть 92 258 5 0 все остальное это адреса хостов на любой из этих хостов вы можете наложить маску состоящую из 24 единичек либо вестичные записи 255 255 255 соответственно на конце будет 0 и скажем 22 умножить на 0 мы получаем маску подсети 192 268 50 в этой части то же самое на это вот некий общий адрес мы можем получить подсети и в нем уже найти то что нас интересует более конкретно а изначально к 202 202 в чате вопрос по поводу адресов сети можно ли их использовать и назначать хостам желательно этого не делать в принципе есть механизмы которые позволяют задействовать но когда вы строите сеть для вас же будет проще и понятнее если у вас будет нулевой адрес относиться к адресу сети а конечный 255 будет указывать на широковещательный адрес но при этом надо понимать что я как раз начал говорить про классы сетей когда мы доберем себя бесклассовой адресации там не только адресом сети может быть 0 и бродкастом 255 там соответственно более меньше более такое маленькое дробление и там соответственно в качестве адреса сети может быть скажем 8 в качестве широковещания 15 такие варианты тоже возможно эти адреса лучше оставить именно для того чтобы они действовали как универсальные и вы понимали для чего они служат все остальное хостом поэтому обычно хосты это количество возможных вариантов минус 2 оставляем подсети и оставляем широковещение ответил на ваш вопрос надеюсь давайте тогда к классам перейдем изначально считали что все сети можно подробить на классы классовость шла опять же из двоичной записи первые биты оставались неизменные все остальное менялось и таким образом были сформированы классы А, Б и С но при этом даже если класс С мы будем использовать в глобальной сети на каком нибудь линке у провайдера который соединяет просто там магистральный линк два маршрутизатора соответственно нам по сути там нужно всего 4 адреса адрес подсети адрес бродкаста и два адреса которые используются на интерфейсах а здесь да у нас есть 254 возможных адреса то есть два мы использовали все остальное мы получается выбросили в никуда поэтому дальше перешли к бесклассовой адресации где маски могут быть произвольной длины и таким образом мы можем экономить количество используемых адресов также существует так называемые частные или внутренние адреса которые могут использоваться у каждого из вас дома в любой организации они повторяются да они с одной стороны как бы это одни и те же адреса с другой стороны для того чтобы выйти в реальный мир в реальную сеть на там эти адреса вы не встретите никогда это десятая подсеть это набор подсетей 172.16 172.31 и 192.2. сеть 192.58.00 эти сети можно использовать внутри но как только вы хотите попасть в реальный мир их надо транслировать во что-то другое это позволяет нам экономить количество адресов и это в принципе частично защищает пользователей потому что до тех пор пока вы не создали трансляцию в реальный мир найти вас внутри вот этой частной подсети нет возможности еще раз давайте посмотрим на такой картиночки про ту структуру адресов которую мы с вами проговорили когда мы говорили про второй уровень модели оси мы говорили про Ethernet и MAC адреса вот MAC адреса таким мешком где все перепутано где все в кучу представлены у нас в пределах L2 домена L2 под сети дальше ответно здесь желательно чтобы количество устройств ну не превышало 250 а еще лучше чтобы это было 100-150 устройств тогда там будет достаточно комфортно жить широковещание не будет забивать всю сеть у нас будет проблем не так много и дружиться будет проще на третьем уровне у нас появляется логическая структура и в этом случае так называемая суммаризация может быть то есть под 16 маской мы можем сказать что вот там дальше вся совокупность возможных адресов которые начинаются на 192 168 здесь могут быть дальше любые цифры мы знаем что они вот такой логической структуре будут где-то ниже в этой подсети если мы скажем что она 24 значит все адреса 192 168 1.0 1.0 соответственно подсеть то есть 1.1 до 1.254 все они могут находиться здесь и перепрыгивая между подсетями будем понимать где искать то или иное 5 какие протоколы помогают нам связать адреса соответственно это арб протокол арб протокол того чтобы местному IP адресу когда вы сидите за компьютером пишите например ping не знаете MAC адрес того устройства к которому вы хотите обратиться вы знаете либо доменное имя да и в этом случае нам поможет DNS IP адрес доменный адрес который вы написали перевести в IP адрес зная IP адрес используя протокол арб мы можем широковещательно отправить и соответственно найти уже конкретный MAC адрес который относится к конкретному устройству и отправить непосредственно на него нашу информацию ну и еще один протокол который использует широковещание но позволяет нам избежать некоторых рутинных операций это соответственно DHCP когда вы включаете свой компьютер и говорите получать IP адрес автоматически что происходит ваш компьютер отправляет широковещательный запрос где адресат CF в MAC адресе о том что он хочет получить IP адрес из данной подсети в которой или два домена он находится соответственно ближайший к нему DHCP сервер получив этот запрос отвечает на него уже конкретно на MAC адрес запроса кто просит получить IP адрес и отправляет ему такую информацию как стандартный это IP адрес это адрес слюза по умолчанию default gateway ну и также он может адрес DNS сервера адрес WINS и какие-то дополнительные параметры если они понадобятся основное это собственно IP адрес получить и знать как из L2 домена попасть в другой L2 домен то есть маршрутизация между сетями собственно к маршрутизации мы сейчас с вами и перейдем что такое маршрутизация маршрутизация это процесс определения маршрута следования информации но на этом не все определить как можно отправить информацию мало надо еще из всех возможных вариантов на основе каких-то критериев выбрать наилучший полученный вариант то есть сначала мы анализируем все варианты потом мы выбираем лучший либо несколько лучших чтобы балансировать между ними и ими пользоваться какие критерии критерии маршрутизации называется метрика метрика это та или иная мера которую протокол маршрутизации используют для того чтобы из множества полученных вариантов выбрать наилучший маршрут до места назначения соответственно разные протоколы маршрутизации используют разные метрики поэтому когда мы получили от двух и более протоколов маршрутизации возможный путь до нашей точки назначения нам тоже надо как-то их сравнить кому больше верить ну например кто-то пользуется яндекс картами больше верит им кто-то пользуется google mail не суть важна навигаторами но при этом мы считаем что один навигатор один сервис лучше считает пробки и можно доверять ему в этом случае точно так же между протоколами маршрутизации существует такое понятие как административное расстояние и это так называемая мера надежности источника поскольку разные протоколы маршрутизации используют разные алгоритмы ориентируются на разные вещи кто-то из них считается более крутым и если мы получили от него информацию значит мы считаем что она более точная более продуманная исследование а это административное расстояние какие типы маршрутизации бывают первое достаточно простая это статическая маршрутизация как подкласс статической маршрутизации это маршрутизация по умолчанию ну и динамическая маршрутизация приходит в том случае когда со статической нам становится тяжело бороться статическая маршрутизация хороша тем что все в ваших руках вы настраиваете полностью кому как ходить через какие пути через какие маршруты но как только ваша сеть начинает разрастаться вы понимаете что держать своих руках все достаточно сложно достаточно где-то в одном месте не прописать маршрут что-то не учесть и вы тут же получаете проблемы где-то что-то не ходит сеть продолжает расти держать в голове либо на бумаге либо еще где-то все сложнее и в этом случае надо обращаться к динамической маршрутизации которую вы настроите где вы настроите обмен информацией и с ее помощью с помощью динамической маршрутизации вы сможете более гибко получать обновления управлять маршрутами и маршрутной информации маршрутизация по умолчанию это маршрутизация без вариантов она используется в основном в сетях где есть один выход чаще всего в домашних ваших сетях когда вы сидите за какое-то количество компьютеров у вас используется как раз маршрутизация по умолчанию то есть в том случае если вы хотите из сети попасть наружу вам нужно идти в сторону провайдера провайдер дальше разберется с вашим трафиком и отправит его тому получателю которого вы указали в этом случае запись айперов все нули обозначает что любой возможный ip адрес с маской которая обозначает что неважно какие будут нули либо единицы все что попадает сюда отправлять на адрес 172 1622 это интерфейс скажем провайдера и там дальше уже состоится маски зация в нужную вам сторону одна запись которая помогает решить множество проблем вопросов у вас все работает иногда маски зация по умолчанию используется как последние возможности путь то есть если вы не получили динамически либо статически не записали какой-то конкретный маршрут в конце указывается маршрут по умолчанию куда попадает все то что не отработало выше иногда это бывает полезно динамическая маршрутизация называется динамической на основании того что здесь соседние маршрутизаторы обмениваются маршрутной информацией они говорят о тех сетях которые к ним подключены сообщают соседям и соответственно дальше вот здесь вам нужно знаем что можно попасть через вот этот маршрутизатор но сеть 172 16 вопросов пока нет я надеюсь что все понятно что маршрутизация от меня к вам происходит хорошо и вы готовы двигаться дальше кратенько посмотрим на протоколы динамической маршрутизации которые на данный момент существуют протоколы делятся эти на две большие группы одни из них так называемые дистанционно-векторные вторые по состоянию соединения дистанционно-векторные протоколы проще по своей сути они опираются в вычислении маршрута в метрике на количество тех маршрутизаторов которые надо пройти до сети назначения таким образом у нас работают ритм версии 1 версии 2 и айдерпи bgp относится это так называемый пас вектор то есть он с одной стороны дистанционно-векторный но с другой стороны там есть автономные системы и там все чуть сложнее ну и опять же здесь мы динамическую маршрутизацию рассматриваем как так называемый интерьер getaway протокол то есть протоколы маршрутизации в пределах сетей которыми управляем непосредственно мы то есть это какие-то enterprise сети сети предприятий там ваши домашние сети bgp это exterior getaway протокол и он используется в основном провайдерами для передачи достаточно массивных объемов маршрутной информации между автономными системами протокол более сложный поэтому мы в данном случае не касаемся а айдерпи и айдерпи так называемые проприетарные протоколы которые компания циска придумала и которые работают собственно только на их устройство с одной стороны и айдерпи гибридный протокол который взял хорошее от дистанционно-эвекторных и от состояния соединения работает достаточно быстро неплохо строить маршруты с другой стороны минусы в том что вся ваша сеть должна быть на циске иначе вам не будет возможности обменяться циска не циском маршрутной информации соответственно рим версии 1 и версии 2 подходит для небольших сетей потому что диаметр сети у рипа это 15 устройств а дальше он из-за этого состояния нормально отработать метрика 16 обозначает что маршрут просто недоступен соответственно дистанционно-векторные протоколы достаточно просты то есть куда идти и сколько шагов надо проехать если взять скажем как пример ветку метро вы знаете что вам в каком-то месте надо перейти и либо вверх либо вниз проехать определенное количество станций вот он такая ритм маршрутизация по метро состояние соединения используют уже скорость которая есть между маршрутизаторами то есть рипу например без разницы да у вас там 1 мегабит 10 мегабит 100 мегабит гигабит неважно да вот количество маршрутизаторов ничего больше для него не существует у SPF может пройти скажем там 3-4 маршрутизатора но с гигабитными временами лучше чем сделать да там один переход по одному мегабиту аис аис использовался провайдерами но последний раз я его видел когда сам только-только проходил сертификацию CCNP Network Professional сейчас про него только упоминает что он когда-то был в использовании не видел честно говоря ни разу ну просто надо знать что он в принципе существует так мы с вами добрались вот до сюда поговорили про протокол маршрутизации поговорили про логическую адресацию как она помогает нам бороться с тем массивом информации не структурированным которые есть в L2 домене как помогает соответственно бороться с широковещанием потому что когда мы переходим из одной сети из одного L2 домена во второй широковещание туда не не распространяется то есть L2 домен всегда ограничен L3 девайсом это может быть либо коммутатор третьего уровня но в любом случае порт устройства третьего уровня который смотрит в L2 домен дальше широковещание не пропускает и мы с вами забираемся еще вот сюда да выше уже мы особо не пойдем поговорим про транспорт и собственно для чего транспорт существует транспорт отвечает у нас за то чтобы да вот здесь мы все время говорили о том как адресацию какую посмотреть да как структурировать но мы совершенно не говорили о том хорошо мы выстроили структуру дойдут ли данные да от одного получателя отправителя к получателю или нет транспорт пытается с этим работать работать с информацией и стараться донести информацию от отправителя к получателю на транспортном уровне существует множество протоколов но мы с вами сегодня говорим только про два наиболее известных это протокол TCP и протокол UDP когда я рассказываю про них я обычно всегда говорю много про TCP рассказываю чем он хорош а потом говорю что в UDP ничего такого нет зато он быстрый в этот раз мы поступим ровно таким же образом и сначала посмотрим про TCP TCP это протокол который обеспечивает надежную передачу информации то есть если вы что-то отправили через TCP вы будете уверены что в неизменном состоянии оно дойдет до получателя за счет чего это у нас получается первое что происходит TCP устанавливает соединение между клиентом и сервером так называемое трехстороннее рукопожатие которое инициируется со стороны клиента клиент управляет специальный сигнал который называется синхронизация получает от сервера подтверждение что этот запрос принят и ответная синхронизация подтверждая ее мы прошли вот эти три рукопожатия увидели друг друга познакомились и готовы обмениваться информацией на этом рисунке вы также видите что со стороны клиента у нас есть набор портов начиная с порта 1024 это массив тех портов которые могут динамически присваиваться в принципе любому приложению со стороны соответственно сервера порты у нас зарезервированные от 1 до 1023 и обозначают определенные приложения в данном случае восьмидесятый порт кто знает что такое восьмидесятый порт со стороны сервера он же 8080 и посыпались название HTTP он самый есть то есть это веб-сервер браузер к которому мы обращаемся на стороне клиента для чего открываются динамические порты у вас скажем запущен браузер в браузере открыто какое-то количество вкладок пять или больше неважно на каждой из вкладок в принципе может быть обращение даже к одному и тому же серверу вы открыли страничку www croc.ru да и на каждой из страничек вы хотите получить какую-то информацию для того чтобы серверу понимать какой из ваших вкладок адресована эта информация он должен знать вот этот динамический порт со стороны клиента тогда он будет знать в какие вкладки какую информацию раскладывать не путать их между собой если бы тут все было открыто с восьмидесятым портом то соответственно мы не можем понять да к чему относится та информация которая поступает в данный момент итак мы установили соединение мы открыли порты по которым мы будем общаться начинаем передавать информацию как сделать как понять что она у нас не потеряется для этого у нас служит нумерация сегментов да то есть если вы отправили с одной стороны с первого по десятый логично на стороне получателя точно так же через какой-то промежуток времени получить с первого по десятый ну а если вы получите скажем с первого по пятый первый третий седьмой вы поймете что вы что-то потеряли соответственно также вы можете договориться о том сколько вы будете посылать для того чтобы получатель ожидал это количество информации и третье это подтверждение доставки то есть вы отправили пронумеровали пакет номер один прилетел к получателю соответственно он отправляет подтверждение с номером 2 которое будет обозначать что пакет номер один получен номер пакета отправления плюс один это окно в которой его подтверждает но поскольку заголовок транспортного уровня у tcp достаточно громоздкий каждый такой пакет подтверждать не очень хорошо потому что выгоняете очень много информации которая в принципе не является полезной там просто летит подтверждение что да я что-то получил при этом огромный заголовок который забивает вашу полосу придачи данных для этого было придумано использовать подтверждение на целую пачку до отправленных патетиков то есть изначально выбирается некоторое окно в этом случае оно равно трём и на все окно мы отправляем одно подтверждение если хоть что-либо из этого окна не придет соответственно подтверждение на все окно также не будет отправлено нам придется переслать все окно но если у нас достаточно стабильный канал все у нас хорошо соответственно мы передали таким размером окна получили окно дальше мы можем управлять размером окна и продолжать его увеличивать чтобы количество полезной передаваемой информации у нас увеличилось относительно той информации которая является служебной и в принципе нам как пользователям неинтересно например поэтому если вы используете сети попробуете протестировать скорость связи между двумя коммутаторами или между двумя устройствами те же 100 мегабит в секунду вы никогда не получите потому что здесь будут соответственно всякие acknowledge заголовки часть скорости будет потрачена на то чтобы передать служебную информацию а не ту которую вы бы хотели видеть соответственно окно может расти до определенных пределов в тот момент когда оно достигает своего пика либо вы не получаете acknowledge оно уменьшается в два раза рост окна будет такой филообразный он возрастает падает в два раза потом продолжает опять расти расти до определенного периода соответственно TCP позаботился о том чтобы все дошло для этого у него есть механизмы определенные но вот UDP не ориентирован на то чтобы создать какое-то соединение он не номеровые пакеты но при этом это небольшие пакеты которые постоянно отправляются в сеть ну и собственно UDP используется для реал-тайм приложений для видео для компьютерных игр и так далее например телефония если вы представите себе что телефония работает по протоколу TCP что-то у вас потерялось TCP перезапросить информацию она придет через какое-то время в речи человека которого вы слушаете если бы он говорил как TCP будет абракадабра потому что информация устарела она неактуальна и эти там пару букв или пару слов будут вырваны из контекста и они вам уже не нужны если мы говорим соответственно про телефонный разговор то каждый из вас сам себе TCP и если вы что-то не услышали вы говорите что я тебя услышал до такого-то момента повторяя остальное пожалуйста ваш собеседник вам повторить поэтому здесь UDP он прилетает вовремя если видео часть картинки не долетит наверное видели все в трансляциях зеленые кубики рассыпания картинки так называемые артефакты это вот некоторые потери но при этом вы видите актуальную картинку и там если вы смотрите футбольный матч если у вас через какое-то время не в том месте появится мяч который вам с приветом прислал TCP да наконец-то вы вряд ли ему обрадуетесь потому что будет непонятно не вовремя не актуально давайте все то что мы с вами проговорили сейчас быстренько попробуем на вот таком конкретном примере рассмотреть достаточно просто все у нас есть два L2 домена между ними устройство третьего уровня маршрутизатор здесь сидит два пользователя IP адреса вы их видите IP адреса на маршрутизаторе вы тоже видите каждый порт маршрутизатора это по сути сетевая карта у которой есть свой MAC адрес свой IP адрес ну и соответственно они должны быть обязательно в различных подсетях в принципе не даст вам их назначить из одной и той же подсети его задача чтобы вы перегоняли трафик из одной подсети в другую и так пользователь сидящий вот тут пытается попинговать пользователя который находится в десятой подсети что в этом случае происходит для более наглядного понимания мы с вами постараемся записать заголовки второго и третьего уровня вот в таком упрощенном варианте где у нас есть MAC адрес отправителя MAC адрес получателя это адресация на втором уровне та самая не структурная которую нам дал производитель не тем образом и адреса на третьем уровне которые логические которые мы назначили сами в том виде в котором мы это захотели сделать и так что происходит когда здесь мы пишем ping 10 1 1 компьютер понимает что ip адрес получателя отличается от той сети в которой вы находитесь если он отличается значит для того чтобы попасть в другую подсеть в другой l2 домен нам нужен дефолт гитовый выход шлюз по умолчанию все это синонимы одного и того же значения то есть устройство третьего уровня которое сможет нас перебросить в другую подсеть этих устройств здесь может быть некоторое количество но так или иначе когда то мы доберемся до еще одного или два домена пересек пересекая все оставшиеся по пути которые будут и так у нас есть ip адрес нашего default gateway который мы получили скажем под hcp либо забили вручную но у нас нету мак адреса мы знаем свой мак адрес мак адрес маркетизатора мы не знаем для этого мы используем протокол ARP про который я говорил мы знаем ip адрес получателя это 72.68.1.1 наш default gateway мы знаем свой ip адрес что логично это ip адрес 1.5 наш мак адрес в качестве отправителя destination мак адрес поскольку мы не знаем где он находится в l2 домене это все f это широковещательный запрос соответственно вот такой запрос получают все устройства которые могут находиться вот здесь в том числе мак адрес сравнивая со своим мак адресом мак адресатор видит что запрос обращен к нему и уже конкретно этому пользователю сообщает информацию о своем мак адресе сорт будет все двоечки все двоечки и вот этот компьютер в своей арк таблице если вы запустите run кмд на командную строку на компьютере напишите арк минус а то вы увидите те сопоставления которые ваш компьютер в данный момент имеет какие ip адреса каким мак адресам соответствует и так у нас есть теперь адрес третьего уровня у нас был но теперь у нас появился адрес второго уровня для того чтобы пересечь домен второго уровня коммутатор не знает ничего об ip адресах он может только заголовок второго уровня прочитать и на основании него куда-то отправить информацию получили мак адрес дальше соответственно нам надо пересечь первую подсеть и здесь у нас в качестве отправителя наша рабочая станция в качестве получателя порт маршрутизатора а вот здесь будьте внимательны для того чтобы перевалиться за маршрутизатор отправитель из одной подсети получатель конечный вот этот из другой подсети получая такой пакет маршрутизатор смотрит сюда предназначен мне отлично вот это убирает достает из того черного ящика с данными которые мы видели изначально в процессе инкапсуляции уже заголовок третьего уровня смотрит кто отправитель кто получатель в данном случае поскольку эти сети так называемые directly connected то есть присоединенные он знает что десятая сеть она вот здесь и может отправить информацию туда там точно так же происходит ARP запрос он узнает MAC адрес получателя IP адрес он знает отсюда и для того чтобы пересечь второй сегмент L2 он использует MAC адрес своего порта MAC адрес получателя тот которого он узнал использовал ARP и IP адресация еще раз обращаю ваше внимание остается неизменная потому что если он подставит вот сюда свой IP адрес это значит что ответ от этой рабочей станции сможет дойти максимум до сюда и не попадет изначальному управителю запоминаем соответственно что для пересечения L2 доменов MAC адреса адреса на втором уровне у нас постоянно меняются но логические адреса те самые которые мы вводили для того чтобы у нас было все структурировано все понятно они остаются неизменными понятно посигнализируйте в чат чем нибудь что понятно нет это не НАТ НАТО тут нет совершенно это базовая маскузация НАТО был бы в том случае если бы вот в этом месте был бы скажем уже реальная сеть да интернетовская и мы IP адрес отправителя подменяли бы IP адресом вот этого маскизатора для этого еще надо было бы в НАТО вводить дополнительные вещи которые помогали бы нам однозначно сделать трансляцию между возвращенным запросом и каким-то пользователем здесь это было бы либо IP адрес какой-то конкретный либо здесь один IP адрес и множество портов которые идентифицировали различные приложения одного пользователя и различных пользователей про над просто в данной презентации я дополнительных слайдов не делал поэтому так вот на пальцах что называется надеюсь стало понятно что это не надо это просто даже не совсем я бы назвал это статической маршрутизацией маршруты которые присоединены сети маршрутизаторы всегда умеют с ними работать переложить из левой руки в правую руку если бы здесь стоял еще один маршрутизатор и только за ним сидел бы вот этот пользователь тогда нам надо было бы пройти 3 или 2 домена а вот на этом маршрутизаторе должна была быть статическая запись на маршрутизатор за которым сидит пользователь и собственно обратно в дальнейшем чуть картины подправду на основании ваших вопросов понял в чем еще можно подробнее рассказать так в будущих презентациях следующей версии появятся дополнительные вещи которые чуть более понятны это описок так на этом с моделью оси мы с вами закончим и перейдем к некоторым таким теоретическим общим понятиям о том как сеть желательно чтобы выглядела и такая вот иерархтическая модель сети это модель от компании циска она работает в принципе не только для их устройств но и в принципе это достаточно хорошая вещь которая дает правильный дизайн вашей сети выделяется три основных уровня уровень доступа это по сути просто подключение пользователей там используются коммутаторы главное здесь впустить пользователя в сеть ничего особо больше нам не требуется мы можем там проверить в принципе наш это пользователь не наш надо выпускать сеть или нет но классически это просто подключение к сети дальше самый нагруженный уровень это уровень распределения или по-английски distribution здесь уже у нас существует маршрутизация здесь у нас существует фильтрация здесь у нас существует какие-то правила этот уровень ограничивает как мы с вами поговорили широковещательные домены и собственно самая массовая работа ложится на их уровень над уровнем распределения подключение провайдера опять же все здесь межсетевые экраны тоже сюда добавляются над этим работает уровень ядра и здесь мы можем говорить больше о магистральных соединениях и о том что на уровне distribution мы уже с данными все что надо сделали все что не надо мы оттуда вычистили на уровне ядра стоят огромные железки высокопроизводительные задача которых передавать как можно больше информации за минимальный промежуток времени здесь уже нет времени на то чтобы снова заглядывать в заголовки как-то их анализировать здесь надо как можно быстрее в огромную трубу накидывать информацию если посмотреть вот на такие упрощенные вещи да уровень access это пользователи подключены к коммутаторам здесь практически нет резервирования то есть если один пользователь отвалился ему конечно грустно но с точки зрения там все сети это не так критично и достаточно просто и быстро починить дальше уровень доступа с резервированием подключается к уровню распределения здесь стоят основном маршрутизаторы которые перемалывают трафик и дальше они с резервированием подключены вот сюда в ядро в ядре опять же резервирование и вот такие вот каналы которые агрегируют трафик и передаются с большой скоростью такую же иерархическую модель можно перенести пользователей на целые офисы то есть это различные офисы которые через глобальную сеть как-то связаны здесь есть уровень распределения который тоже отвечает за фильтрацию и это может быть либо опорная сеть провайдера либо какая-то ваша сеть где транспорт где быстрые каналы и они отвечают за взаимодействие между офисами а вот здесь мы все лишнее отсеяли чтобы не гонять лишний трафик через вот эти каналы расскажу чуть-чуть про то с чем мы взаимодействуем моя группа снической поддержки сетей передачи данных основные вендоры которые сейчас в нашей работе встречаются это компания циска которая ориентирована на enterprise сегмент производит коммутаторы и минифай коммуникация решения достаточно большой спектр беспроводные технологии там есть безопасность есть практически все чего только можно желать это достаточно хорошо документированно с этим достаточно хорошо работать у них понятные системы сертификации и есть базовые вещи которые применимы для всего это теория которая пригодится везде HP networking получились они в результате того что компанию приобрели там были еще наследие от компании H3C пока могу сказать что прям большой объем но они есть тоже они стараются развиваются поддерживаем Huawei это китайская компания которая достаточно сильно представлена в интерпрайз решениях мы с ними только-только начинаем сотрудничать не так много у нас их как того бы хотелось но мы работаем в этом направлении с джиннипером мы работаем только в плане каких-то устройств для безопасности enterprise решения кройка практически на джиннипере не делается ревербэт это устройство для оптимизации трафика которые позволяют максимально разгрузить узкие каналы за счет того что с двух сторон ставятся оптимизаторы которые создают по специальным алгоритмам словари так называемые базы и вместо того чтобы передавать большой кусок трафика объемный можно передать одну метку которая соответственно потом из словаря передаст эту информацию уже в сети то есть измеренный канал летит маленькая меточка статья про ревербэт на хабре ну точно не лично мая возможно кто-то из коллег писал не готов точно сказать но как бы точно не видел поэтому не готов сказать что еще соответственно оптимизаторы родвера мы работаем в основном с родвером это он которые позволяют по определенным принципам разбрасывать между различными серверами нагрузку для приложений и соответственно такие вендоры как flash networks и мобиксел мобиксел в данный момент поглотил который позволяет оптимизировать трафик для мобильных абонентов там ставится огромная платформа которая позволяет переработать трафик и выдать его в более удобном для абонента виде так виртуализация сетей да у нас используется это достаточно популярное сейчас веяние соответственно 1000В в составе виртуализации тоже используется это виртуальный коммутатор для виртуальных машин у нас в департаменте есть развернутый сервис инфраструкция и сервис да на цисковском решении в том числе да там есть циск виртуальный там есть не виртуальную хранилище пожелания по поводу семинаров да может в чате высказывать я думаю что коллеги которые организуют прислушаются к вам и возможно тоже такой семинар проведут так про наших вендоров я вам рассказал соответственно про по иерархическую модель чуть-чуть буквально два слова здесь в плане выбора оборудования нет прям четкого требования то есть если у вас огромная сеть то вы можете использовать действительно мощные устройства для того чтобы подключить пользователей если маленькая сеть то это устройство может быть в качестве ядра использовать и передавать тот объем который у вас есть в большой сети это может быть просто например access я про устройство буквально два слова скажу так быстро обзорно какие пользуются в аксессии истребился код цисковские устройства наиболее употребимые 2960 они бывают различным набором портов если мы видим здесь ct это значит что используется только медь а тиси это комбинированные линти то есть либо медь мы можем использовать либо оптику где-то есть возможность питать устройство с помощью ну и соответственно есть небольшие решения если они для чего-то требуются чуть более современная серия с дополнительным слотом здесь модуль который позволяет использовать SFP трансивер оптические гигабитные либо 10 гигабитные дальше в качестве аксесса также можно использовать 3750 они позволяют создать из них стек есть специальное подключение сзади соскоки в первом варианте 32 гигабита было в секунду дальше они это еще увеличили и управлять это как единым устройством также есть девайсы в которых только оптика что иногда полезно 3750x это серия которая используется больше в сотах за счет того что у них два блока питания у них стек который позволяет обмениваться информацией и управлять это как одним девайсом кроме того они даже могут друг с другом поделиться питанием что позволяет им максимально выживать и бороться за свое существование и существование вашего отсюда до тех пор пока совсем все не видят два блока питания вышло из строя можно у друга занять питание в это время да это так называемый hot swap горячем режиме можно поменять блок питания еще раз только чтобы не нарушить работу сети когда мы с вами говорили про офисы там вот в качестве аксесса могут использоваться базовые масштабы 19 серия а 1941 еще и вайфай на своем борту нести для небольших офисов либо каких-то таких точек могут использовать 800 на уровне распределения мы используем 29 серию а эти устройства кроме того что могут маркетизировать они могут нести на себе функционал по безопасности на таком устройстве можно поднять телефон для небольшого офиса порядка 300 телефонов можно поднять не используя специально выделенный сервер и это тоже достаточно удобно статьи именно про построение сети провайдера насколько я знаю нет ссылочкой не поделюсь такие вещи мы внутри коллектива что касается построения каких-то вещей приходите к нам работать тогда обсудим построение сети большого провайдера в ядре можно использовать уже модульные коммутаторы которые позволяют варьировать набивку в зависимости от того что вам нужно там есть возможность резервировать управляющий модуль и так называемые супервизоры опять же резервное количество блоков питания можно даже ставить по два таких устройства чтобы резерв был максимально полный на вершине сейчас 6 500 каталист на это тоже модульный коммутатор достаточно производительный что касается беспроводного доступа здесь есть контроллер который позволяет управлять точками доступа не управлять каждой конкретной отдельно заходить обключить их все контроллеру видеть общую картину как это происходит и более гибко этим управлять так собственно про сеть поговорили поговорим чуть-чуть про плюшки которые есть поверх сети в первую очередь это приложение которые поверх сети могут быть unified communications очень сейчас востребовано сюда входит телефония сюда входит веб-конференции всевозможные чаты видео конференции все что касается передачи голоса видео какой-то информации это огромный пласт unified communications который работает поверх IP известная вещь также безопасность работает опять же поверх нужна концепции bring your own device и wordless network они отвечают за то чтобы где бы вы ни находились работая в какой-нибудь компании вы могли с одной вы 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 Спасибо. Ну и собственно те инструменты, которые нам помогают работать сетью, это всевозможные инструменты комплексного управления, работа с центром обработки данных, различные виртуальные сервисы, которые я сказал, допустим, soft как сервис, инфраструктура, то есть виртуальные машины как сервис, ну и всевозможные инструменты, которые дают нам такие картинки, которые позволяют не прыгать. по каждому девайсу и смотреть, что получилось, а некое общее видение про то, что у вас происходит. Соответственно, вижу вопрос и мы как раз к этому подходим. К ответу на вопрос. Если вас заинтересовало и вы хотите узнать более подробно про оборудование, у нас есть курсы для студентов. Ближайший курс будет в феврале, с начала февраля. Доступно это по ссылке, которую вы видите в krokok.ru для студентов. Там описан курс, что в него будет входить. Туда можно записаться, послушать более подробную теорию, прикоснуться к практике, поработать с оборудованием, не только с циской, но и с другими вендорами, с другими направлениями. Для тех, кто уже чувствует в себе силы, имеет определенные знания, можно отправить резюме на адрес в krokokok.ru. И чар соответственно нас смотрит и будет готов пригласить на собеседование. Если вы его пройдете, то можно у нас поработать. Это все, что на сегодня я хотел вам донести. и Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!